Главная новость к этому часу. Грузия стала на шаг ближе к безвизовому режиму. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Отмену виз сегодня большинством голосов одобрил Европарламент. Теперь соглашение должен поддержать Европейский Совет. Если все пойдет по плану, граждане Грузии с биометрическими паспортами уже через несколько месяцев смогут совершать деловые туристические и семейные поездки в страны Шенгенской зоны на срок до трех месяцев. Министр иностранных дел страны Михаил Дженелидзе заявил, что отмена виз коснется и грузинских граждан, проживающих на оккупированных территориях в Абхазии и Южной Осетии. В Европарламенте считают, что безвизовый режим может помочь мирному разрешению конфликта в стране. Украина также может получить безвизовый режим с Евросоюзом в этом году. Соответствующий процесс уже запущен, однако все еще находится на стадии переговоров. А граждане Грузии, по словам докладчика Европарламента, смогут начать путешествовать в Европу без виз уже к концу марта. Я очень довольна, поскольку с самого начала Европейский парламент был по-настоящему последовательным в этом вопросе. Теперь, когда все критерии выполнены, за этим последует соглашение о либерализации визового режима. Таким образом, сегодняшнее историческое решение, за которое проголосовало подавляющее большинство членов парламента, это признание всех усилий грузинских властей и граждан этой страны. Мы знаем, что идея европейской интеграции очень популярна в грузинском обществе. Ее поддерживают более 70% граждан нашей страны. Конечно, это очень важное достижение для нас, но, с другой стороны, это возлагает на правительство Грузии ответственность за продолжение реформ. На повторном рассмотрении дела Киров-Леса суд отказался вызвать всех свидетелей защиты. Алексей Навальный на заседании заявил, что приговор в отношении него и предпринимателя Петра Офицерова предопределен. По мнению оппозиционного политика, это стало ясно после того, как сегодня судья Ленинского суда в Кирове отказался запрашивать документы, содержащие отпускные цены предприятия Киров-Лес. Сегодня Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы Навального на незаконное задержание на акциях протеста. А теперь Россия должна выплатить ему почти 64 тысячи евро. По словам Навального, второй процесс по делу Киров-Леса может закончиться к концу этой недели. Оба суда политик считает политически мотивированными. Он уверен, что власти пытаются помешать ему баллотироваться в президенты. Я очень удивительно правдой образом, вы же помните, прокурору, когда вы сначала требовали, чтобы меня посадили на 8 лет, потом мне дали 5 лет, а потом бах, и на следующий день прокуратура вышла с требованием, чтобы меня немедленно выпустили из СИЗО. Я еще раз спасибо большое. Очень рад, очень рад. Там был ужасный дом Комаров. Но, согласитесь, все, что происходило вокруг дела Киров-Леса, оно как минимум очень необычно в российской практике. Ну, не бывало такого никогда и ни с кем. И это тоже показывает политические мотивы. Российский оппозиционный активист Владимир Карамурза-младший вновь госпитализированный и находится в реанимации. Соратник Михаила Ходорковского и зампредседателя движения «Открытая Россия» Карамурза попал в больницу с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность». Сам он назвал случившееся с ним покушением на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти. Президент России Владимир Путин сегодня во второй раз за два года посещает Венгрию. Частые контакты Путина с венгерским премьером Виктором Орбаном вызывают озабоченность в ЕС. Одна из главных тем нынешней поездки – сотрудничество в сфере энергетики. Но эксперты не исключают, что для Путина это еще одна возможность убедить Будапешт в необходимости снятия европейских санкций с Москвой. Сурок – большой фил, увидел свою тень. Это значит, что зима продлится еще шесть недель. Каждый год 2 февраля главным метеорологом становится Сурок. Самый известный большой фил живет в американском штате Пенсильвания, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего мира. По традиции, если день пасмурный, фил не видит своей тени и спокойно покидает нору. Значит, весна будет ранняя. Если же день солнечный, Сурок свою тень видит и, пугаясь, ее прячется обратно в нору. Это предвещает еще шесть недель зимы. Спрогнозировать погоду в России на день Сурка не удалось. В московском зоопарке Сурок просто не проснулся. Там сказали, цитата, «С чего бы вдруг, если сегодня подморозило?» А в Петербурге, в зоопарке, Сурок скончался. И заменить его неким. Желаю вам скорейшей весны, вопреки прогнозам. В студии была Светлана Обратнова. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»